И существа, показанные в этом фильме, тому подтверждение. Краб и камбала, обладающие особенным устройством глаза, позволяющим им, зарывшись в песок, следить за тем, что происходит вокруг. Или осьминог. Специальные клетки которого позволяют ему сливаться с окружающей средой в мгновение ока. Рыбы, отпугивающие своих врагов фальшивыми глазами, расположенными на хвостовой части тела. И многие другие существа являются примерами воплощения безупречного замысла. Существование этих животных невозможно объяснить искусственной формулировкой, будто бы все они появились по чистой случайности. Второй аргумент. При изучении окаменелых останков животных внезапно возникли на планете в том самом виде, в каком они пребывают и сейчас, без какой-либо эволюционной связи между собой. Теория эволюции заявляет о том, что между населяющими Землю видами существовали промежуточные виды. Однако никаких следов или останков этих промежуточных видов учеными найдено не было. Все это можно отнести и к морским существам. Анализ окаменелых останков показывает, что древнейшие из известных нам видов рыб возникли на Земле внезапно, с уже сформировавшейся индивидуальной структурой тела. Эти виды рыб совершенно не похожи на беспозвоночных морских существ, которые существовали до них. Такие сложные вопросы поднимает Джеральд Тодд, ученый-палеонтолог-приверженец теории эволюции, в своей статье под названием «Эволюция костных рыб». Как показывает анализ останков, все три подвида костных рыб появились приблизительно в одно время. Они уже отличались друг от друга по своей морфологической структуре и обладали хорошими приспособлениями для защиты от хищников. Как они возникли? Что сделало их такими непохожими друг на друга? Откуда взялись их приспособления для защиты? И почему нет никаких следов их предков более ранних промежуточных форм? У рыб нет предков, потому что они не произошли от других существ. Они были искусно созданы такими, какие они и существуют сейчас. Другую группу морских существ, которые заводят в тупик приверженцев теории эволюции, составляют электрические рыбы. Эти существа, которые могут вырабатывать электричество в собственном теле и использовать его для защиты, нападения или общения, поистине являются чудесами творения. Некоторые виды электрических рыб способны вырабатывать ток напряжением до 500 вольт. Более того, существуют электрические рыбы, структуры которых значительно разнятся между собой. Эволюционисты не могут выдвинуть ни единого предположения о том, какая эволюционная связь может быть между этими электрическими существами. Чарльз Дарвин, основоположник теории эволюции, мучительно размышлял над загадкой электрических рыб и вынужден был сделать ряд выводов. В своей книге «Происхождение видов» в разделе «Трудности теории» он пишет буквально следующее. «Электрические органы рыб представляют еще одну исключительную трудность для моей теории, потому что трудно представить себе, какими шагами могло идти образование этих изумительных органов. Но эти электрические органы представляют и другое, может быть, более серьезное затруднение. Они встречаются почти у дюжины различных рыб, из которых иные связаны только очень отдаленным родством. В действительности затруднением Дарвина нет конца. И все потому, что каждое живое существо, живущее под водой, обладает свойствами, доказывающими факт его безукоризненного творения. Рыба-удильщик, например, использует интересный метод охоты. Она привлекает свою жертву тем, что раскачивает из стороны в сторону растущий на ее голове специальный орган, напоминающий удочку. Рыба-брызгун настолько искушена в геометрии, что может с невероятной точностью рассчитать положение насекомого в воздухе, которое она видит, несмотря на преломление света в воде. Она сбивает жертву струей воды, выпускаемой изо рта. Еще один вид рыб, обитающий в водах реки Амазонки, ловит добычу, выпрыгивая из воды более чем на метр. И опять угол прыжка и расстояние до жертвы рассчитаны с поразительной точностью. Все эти живые существа приоткрывают завесу над важной истиной. Каждое существо есть живое доказательство существования того, кто сотворил их. Каждое существо, обладающее собственными органами, сложными системами жизнеобеспечения, строением тела и даже цветом и формой, является шедевром искусства. Нет ни малейшего сомнения в том, что любое произведение искусства говорит о Своем Создателе. И все то великолепие, сотворенное в морских водах, открывает нам всемогущего Творца, Владыку морей, суши и небес и всех миров. О бесподобном искусстве Творения Аллаха нам говорят эти строки Корана. «Он Аллах, Творец, Создатель, облик, предающий Творением Своим. Принадлежат Ему имена самые прекрасные. Славят Его те, кто в небесах и на земле. Он великий, мудрый». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Они сказали «Хвала Тебе!» Мы знаем только то, чему ты нас научил. Поистине, ты знающий, мудрый.